О, кто у нас пеет? Брат, стой, стой, стой! Мишань, ты чё? Давай, братан, стой, давай, стой! Стой, 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 блядь! Ты чё? Нормально всё? Братан, ты чё, не видишь, что ли, меня, э? Очки одел, понял, затемнённые, уже нормально, солнце уже перестало сходить, уже нормально. Братан, ты на чём в этот раз подскочил, а? Ау, братан, что это? Папушка, пойдём. Ну как, нормально? Да, вроде живой. Братан, это у нас квадроцикл Avantis 200 Hunter New Luxe. Да, такую курску, короче, я сегодня вырубил, понял? Так, пока мне там никто не спалил, как я на ней катаюсь, да? Да, быстренько, 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 что тебя интересует, да, быстрее, ехать надо. Братан, что по двигателю? Двигатель, 200 кубов двигатель, понял, 15 лошадей здесь. Вот, смотри, вот сюда, видишь, вот эти вот армируемые шланги хорошие, видишь, как наложность, и чё? Оп! Чё у нас на выходе? У нас идёт масляный радиатор охлаждения. А вентилятор где от него? А? Вентилятор где? Это масляный радиатор. Нормальный что-нибудь? Не жидкостное охлаждение. А-а-а. Ты, блин, больной, что ли? Миш, блядь, завязывай, ты чё, сильно ударил что ли, брат? Нормально тебе всё? Брат, стоять могу пока что-то. Ну всё, это самое главное. Самое главное, чтоб стоял. Ха-ха-ха. Ладно, сейчас мне подниму, давай дальше. Давай, дальше. Давай, чё интересует? Подвеска там, шумодвеска, что-нибудь расскажи мне. Смотри, по подвеске, понял? Смотри, вот у неё, получается, спереди два амортизатора, они регулируются по жёсткости. Вот здесь вот. Вот они регулируются. Вот. Двухрычажная подвеска. Идут они с тавотницей. Вот эти пипки, видишь? Ну. Чё, ну, пипки-то у тебя в штанах, а вот это тавотница, я ж тебе сказал, только что. А чё с ней делать-то? Ну что, шприцевать. И это, понимаешь, элемент обслуживания квадроцикла. То есть не надо тебе разбирать, понимаешь, чтобы вот эту всю генетель смазать. Просто открутил, выкачал старую жидкость сюда, закрутил, закачал новую. Всё. Нормально, это удобная тема. Слушай, это вообще обалденная тема. Не надо тоже разбирать, не знаешь. Всё ты это сделал. Сзади у нас идёт моноамортизатор, регулировка тоже идёт по жёсткости. Вот. Стальной маятник усиленный. То есть у него вот эти вот все вот эти вещи, эти крепления такие штуки. Это идёт для усиления маятника. То есть, следовательно, понимаешь, ну тебе не сомнётся, как у многих его аналогов, которые пытаются, ну, как бы подражать этим квадроциклом. Телегу таскать можно? Да, и то у нас идёт. Нормальная штука такая. Да. Дисковые тормоза спереди и сзади причём. Ты представляешь, мэр? Дисковые тормоза, гидравлика. Офигеть. Чуть-чуть нажал, всё. Чуть-чуть нажал. Не помню, они едут. Всё. Если бы просто я тебя раньше бы увидел, я бы затормозил, через слово. Ну, я тебя не увидел раньше. Нет, тормоза грамотные. Я бы почти не поранился, брат. Почти. Такая вот идея. Слушай, а на чём? Где вообще ездить на нём? Явно не здесь. По городу, в смысле, на нём ездить вообще нельзя. Понял? Он идёт как машинный комплект по документам. Ну, и двигатель у него идёт по маркировке 50 кубов. Следовательно, на нём можно ездить только на отведённых специальных местах. То есть это у нас идёт леса, поля и т.д. и т.п. Но по дорогам ещё позже ездить нельзя. По асфальту ездить нельзя. Да не интересно по асфальту ездить. Я сейчас еду, понимаешь, в Самосаровский лес. Там прикольно. Там классно. Я тебе серьёзно говорю, там вообще оболнял. Я, короче, сейчас доезжаю до Салмача, я там дальше огородами. Брат, так ты же сегодня нищий побьёшь на нём. Звёздочки там, не звёздочки. В смысле? Бл***, физическую больнусь. Эээ, ты чё делаешь, брат? Что я здесь побью? Ничего. Тут всё уже защищено, понимаешь? Перед, двигатель, задняя часть, редуктор. Всё защищено. Смотри, реально, защита прям мощная стоит. Да, конечно, тут всё есть, я тебе говорю, всё нормально. Смотри, даже подножки защищены. Не дай бог какой-нибудь пенёк, чтоб тебе ногу не порвало. Не оторвало. Сзади, всё под защитой. Бомба. Слушай, он не тяжёлый, да, походу? Я не знаю. Ну, ты поднял его, значит, лёгкий. Ну, да. Не, на самом деле он не тяжёлый. То есть где-то он, ну, где-то примерно километром 140-150 примерно. Я думаю, машина, блин. Нормально. Вот. Смотри, видишь? Это ручной стартер, понял? Он у меня на мотоблоке такой же. Ну, если вдруг у тебя сядет аккумулятор, вот. Ну, не надо бояться. Завёл и всё нормально будет. Спинка для задней пассажиры. Есть. Комплектация люкс, брат. Смотри, смотри. Решай, сейчас, ну. Оп. Опа. Нифига красочная. Комплектация. Всё чётко. Вот это уже цветной. Не то, что там каких-то аналогов есть, там просто цифра какая-то идёт постоянно и всё. Здесь уже, то есть она полноценно идёт. Здесь тахометр, одометр, спидометр, уровень топлива, положение коробки передачи. Всё. Так же он для детей, считай. Ну, для подростков, считай. Так как можно здесь отрегулировать курок газа. Можно его убавить, можно его увеличить, можно вообще его убрать. То есть его закручиваете, курок газа уже ограничивает действие. Всё. Гидравлик, конечно, спереди и сзади, как я уже показывал. Сразу зеркала устанавливают, понимаешь? Если ты сзади стоял, я бы тебя увидел, понимаешь? Но ты стоял спереди. Поэтому ты меня не увидел. Неплохо. Да. Вообще неплохо. Так. Вот. Багажнички. Самое важное-то багажник, понимаешь? Сюда можно кофр поставить, можно текстильку в обычной крепичью поставить. Можно поставить пластиковую сюда, понимаете? Всё это можно сделать. Всё спереди, что сзади. Если не хочешь, чтобы сумка какая-то большая была, элементарно всё наложишь и тебе нужно. Купил сетку, понимаешь, для крепления багажа. Всё. Всё. 250 рублей. Вообще херень. Бомба. Куда ты говоришь, брат, едешь? Кто? Ты куда едешь? В какой там сытный лес? Какой? Сытный лес, да. Брат, запускай. Электростарт. Всё. А это там подросим. Та сытного леса. Ну, поехали. Всё. Всем пока. Э, стой, подожди, надо же наш бастион закричать. Бастион? Конечно. Ну, как раз здесь неподалёку, я вообще захотел сюда приехать. Вот. Вот как раз вот всех. Мы возьмём, брат. Да.